Всем привет! С вами Айка и сегодня у нас мукбанг. У меня осталось немножко роллов. Я пошла с гонял и купила себе Биг Бонг. К сожалению, в этот раз Биг Бонг Макс. Обычная буква просто Биг Бонг. Это слишком большой, но ничего. И вот такая вот огромная просто черешня. Посмотрите на этот размер. Я не пожалела денежку. Дела самую крупную. Она просто офигенно хрустит. Я немножко за кадром тоже поела. И давайте приступим. Как у вас настроение? Пишите. Как у вас дела? Что у вас нового? У меня все потихоньку. Все хорошо. Вчера мы гуляли с подругой. Я встретила свою одноклассницу. Я была настолько рада ее видеть. У меня в соцсетях нигде ее не было. И я была просто в шоке от того, что она, прикиньте, открыла два магазина бижутерия. М-м-м-м. Два магазина. Когда я еще с ней общалась, я помню, что в инстаграме она продавала бижутерию. Заказывала с разных китайских сайтов. Опытом, короче, заказывала. А потом в розницу продавала здесь. У нее уже даже такая раскрученная страница была. Кто давно на меня подписан, тот помнит, что я даже пиарила ее. Но это было очень давно. Там сережки одним показывала. Но у нее не просто бижутерия. Бижутерия очень классного качества, который не темнеет со временем. То есть можно носить и даже в бассейн. То есть реально качественная бижутерия. Я когда вижу своих одногруппников, одноклассников, у которых все хорошо, у которых там какой-то бизнес, уже купили себе автомобили, мне реально сердце радуется. То есть у меня нет такого, что я завидую. Возможно, это связано с тем, что у меня тоже в жизни все двигается хорошо, поэтому у меня нет такой зависти, что вот почему у вас так хорошо все. Я очень рада за всех. Но особенно меня вдохновляют люди, которые начинают свой бизнес, и у них так хорошо все идет. Это нам с вами со стороны кажется, что все просто. На самом деле бизнес – это очень сложно. Но благодаря Инстаграму, благодаря социальным сетям можно найти столько клиентов. Она и по почте отправляет. То есть видно, чувствуется, что человек прям кайфует от того, чем она занимается. Я смотрела интервью Илона Маска. Вообще можно его назвать моим кумиром. Я просто фанатею от его высказываний, от его речей. То, что он говорит, он реально говорит очень умные фразы. Я считаю, что это великий просто человек. И то, что есть критики, которые его критикуют, ну блин, всех нас критикуют. Вот что бы ты ни делал, все равно тебя будут критиковать. И мне кажется, это уже норма. Два проекта развивать одновременно. Добиться таких высот. Ну, в общем, сейчас не об этом. Илон Маск в своем интервью он говорил, если вы хотите реально разбогатеть и зарабатывать хорошо, то уйдите с привычной вашей работы. Начните что-то свое. Первый раз у вас не получится, два раза у вас не получится. Но в конце вы придете к тому, что будете зарабатывать в 3, 4, 5, 10 раз больше, чем зарабатывали. Не надо быть Биллом Гейтсом, чтобы получать в 10 раз больше, чем вы получаете сейчас. И когда я вижу таких людей, на минуточку, просто я абсолютно не человек бизнеса. Абсолютно. Вот бизнес это, я все боюсь рисковать, что у меня что-то не получится. Но самые богатые люди это как раз-таки бизнесмены. Поэтому, сделав какой-то шаг, начав что-то новое в жизни, ты просто можешь потом всю жизнь вспоминать это и благодарить себя. Конечно, можно и проголеть, понятное дело. но если даже ты пригоришь, ты наберешься опыта. И в следующий раз встанешь с колен гораздо быстрее. Вообще, если взять всех моих одногруппников, я правда училась в хорошем вузе. Вот, плюс-минус, там все такие были более-менее обеспечены. Я вообще училась в таком контингенте в университете. У нас реально одногруппники, одногруппницы, все такие современные, все такие с понятиями, так скажем, да. Я сейчас смотрю, у всех все хорошо. Я очень рада, потому что, когда мы в универе учились, нам учителя говорили, вот вы учитесь, уйдете в этот социум, и вы поймете, как сложно найти работу, как сложно состояться, как личность. Я, конечно, за всеми не слежу, но у меня, мне кажется, нет ни одного одногруппника, который закончил наш универ и просто там где-то работает продавцом, консультантом и так далее. Все плюс-минус хорошо устроились, кто куда. Хотя я универ закончила сравнительно недавно. Три года, да, как я закончила универ. И уже все устроились, у всех там все хорошо. Вот. Я реально, когда вижу, это меня вдохновляет. Я ненавижу пессимистичных людей, которые вечно ноют. Вечно говорят, что вот, ничего невозможно сделать, везде коррупция, как же все сложно. При желании можно все, если правильно все рассчитать, оценить конкурентов. Меньше рисков просто работать на кого-то. Это понятное дело. Меньше рисков, всяких издержек и всего. Но, живем-то мы с вами один раз, а хочется добиться в этой жизни всего, а рискнув, ты не добьешься всего. Люди продают квартиру, просто в которых они живут, вкладывают в бизнес, и у них это развивается, они потом становятся миллионерами. Мне многие говорят, вот, у тебя есть готовая аудитория. Почему бы не начать заниматься каким-то бизнесом? Я понимаю, что люди говорят правильно. Но мне как будто не хватает какого-то толчка, и вот такие люди, которые чего-то в жизни добиваются, они дают мне огромный толчок. у меня нету такого, что вот зависть. Люди, у которых есть что-то, чего хочу я, они меня просто мотивируют. вообще, если логично думать, например, я купила квартиру, но если бы быть чуть-чуть поумнее, можно было эти деньги вложить в какой-то бизнес. Правда, это не такая огромная сумма, но с чего-то же можно было начать. Да и не знать, что я завтра побегу продавать квартиру и вкладываться во что-то. Но просто у меня в голове крутятся мысли, что мне бы не помешало еще дополнительно заниматься каким-то бизнесом. Какая вкусная черешня, она просто огромная, сладкая. Гляньте на этот размер. Обожаю черешню. Когда я училась в школе, у нас была девочка, потом она перевелась. В общем, они с бабушкой снимали квартиру. Что сделал один человек? В общем, у него дом стоит. И там 10 соток земли. И у него дом такой офигенный, видно, что человек обеспеченный. Что он сделал? В дворе построил себе 10 квартир. Таких маленьких, малюсеньких. Там, значит, санузел, одна комната и в этой же комнате как раз-таки кухня. То есть, все очень миниатюрно. Все очень скромненько. В общем, построил 10 таких домиков и сдал. Правда, недорого, но все равно с 10 этих сложно это назвать домиком. один домик он построил в два этажа. То есть, на втором этаже живут одни люди, на первом этаже живут другие. И там как поселок такой получился. Правда, наверное, этому человеку не очень комфортно, что у него во дворе всякие незнакомые люди. Причем их очень много, разные. но чем-то же надо жертвовать, чтобы дело пошло. И вы не поверите, в каждом из этих домиков кто-то жил. потому что эти домики, ну, сложно назвать эти домики, наверное. Что-то наподобие такого сарайчика. Видно было по этим домикам, что человек необеспеченный, то есть, не супер богатый. Видно было, что что-то был купленное, что-то сам там где-то приклеил обои и так далее, сделал более-менее вид. То есть, человек мог бы просто сделать себе классный газон, у него там большой участок, жить себе в кайф. Правильно? Но он предпочел сделать вот так. И при этом очень даже хорошо зарабатывал. Я точно не помню, 10 или 15 таких домиков было, но все они были заняты, везде там жили люди, потому что очень много людей из деревень, например, переезжают в Баку и они хотят где-то остановиться, чтобы это было не очень дорого, плюс-минус удобно, чтобы было недалеко от города, как раз-таки этот вариант был очень даже недорогой. Вот по идее можно бизнес из пальца сделать. Вкусно, это еще просто. Сегодня у нас такой разговор чисто про бизнес. Вот, возможно, моя какая-то идея вам тоже понравится, может быть, вы тоже живете в частом доме, у вас огромный участок, и вы живете в городе, вы можете построить небольшие такие домики и их сдавать, например. На этом все, спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца, не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всех люблю, с вами была Айка, пока!